друзья стадион крылья советов что я могу про него сказать у меня тут прошло все мое детство дело в том что здесь дедушка мой работал оружейником а бабушка была администратором стадиона крылья советов по собственной памяти скажу так вот это расстояние до зеленого здания мне казалось просто неимоверно большим вот здесь был фонтан он в принципе остался вот я всегда думал что он отхода на самом деле находится очень далеко оказывается нет вот он прямо рядом и думал что а фонтана тоже идти до центральных трибун тоже далеко однако нет все короче мне все казалось таким большим огромным что я сейчас просто смотрю и такой елки-палки так тут все такое маленькое вот это вот здание на которое мы смотрим здесь тяжелой атлетикой я занимался но чет не очень долго прозанимался вот еще что помню еще помню что вот этого забора здесь не было сейчас мы подойдем поближе я вам расскажу что почему вот в эту дверь входили и там работал мой дедушка окно здесь к сожалению заложено да вот такое здание она в принципе где-то вот здесь вот вот так вот заканчивалась это была его мастерская а там были мастерские где делали поливалки трактора типа механическая вот этот вот вход он тоже здесь был и ну отсюда я сейчас не могу вам ничего показать эти трубы тоже кстати здесь были всегда вот вот это честно говоря не помню здесь валялась или нет а нет она по моему стояла это ее уже уронили да вот в эту комнату мы заходили и там у него стояли станки и он ремонтировал всем оружие здесь площадка была вот это уже что-то здесь процессе нарыли не было и вот этого забора здесь не было вот это так и было и вот если смотрите через арку видеть там крыша вот там бабушка работала администратора мы сейчас дойдем до туда вот этот контейнер здесь всегда стоял просто всегда и было такой вот забор не было вот этих вот туалетов и не было вот этой штучки соответственно раз не было вот этого забора не было вот этих ворот и просто там площадка была такая сейчас мы попробуем заглянуть туда и там были двое ворот твой ворота поливалка стоит вот там это делали поливалки трактора ремонтировали там обслуживали и зимой они по моему там стояли а еще здесь огромная такая машина была которая снег чистила который ротор такой он сторону откидывал сейчас пройдемся дальше посмотрим что там слушайте но попасть туда внутрь не получится вот я там уже вижу схему как атлеты там стоят плакаты какие-то висят по тренировке чё над как и поднимать сейчас может пройдемся еще может быть увидим сейчас из него сделали фитнес-центр честно говоря вот этой красной пристойки по моему и не было даже не значит такое кусты здесь всегда такие росли простить поменьше они мне кажется были все-таки это огромные здоровые так вот не получается у нас попасть на трибуны они огорожены все ну мы сейчас пройдем до еще одного интересного места которое было связано с моим дедушкой эта площадка где они занимались стрельбой из лука ну сейчас я чё-то смотрю ходят там с собаками гуляют странно да трубы эти всегда были и там они тоже были вот эти трубы их не меняли вообще 40 лет сколько я помню чем знаменательно это место дело в том что здесь занималась вера глаголева актриса такая была по моему она умерла давно но я помню как она со мной нянчилась она была еще довольно таки юный и самый маленьким пацаном игралась видите и вот тут были какие-то лавочки сейчас даже не не припомню какие и вот этот деревянный забор он не давал чтобы стрелы пролетели дальше сейчас мы попробуем дойти и посмотреть от них там что-то вообще осталось от этих стрел или нет пойдем по дальней траектории чтобы у нас собаки никак не привлекали вот видите перед этой стеной стояли такие маты плотные в которые попадали стрелы и вот те стрелы которые пролетали мимо мата они вот впивались вот так вот в деревяшке соответственно они гнулись и ломались но зато не пролетали дальше их здесь было несколько таких матов и расстояние оттуда по моему с нескольких расстояний стреляли там 50 метров 100 метров 150 метров короче как то так а еще что я помню еще что я помню здесь всегда каток заливали а вот на этой вот асфальтированной площадке по моему именно на этой они это ошибаюсь вот на той городки играли видите сейчас редко где можно встретить что тут играют в городке вот это честно говоря площадку я не помню хотя возможно что она тоже здесь была вот но то что вы здесь отыграли в городке даже видите на крыше нарисована позиции как оставить его разметка тут сделано соответствующее и вот здесь вот приходили люди и занимались а вот здесь вот было два поля но часто видеть они огорожены и раньше они были не огорожены и просто под открытым небом не знаю сможем пройти внутрь здания чтобы там что-то заснять я вот так вот вот такое поле было и прыжки в длину здесь были и прыжки в высоту здесь были вот здесь площадка была и тут же где-то ну где-то здесь короче либо все-таки там мне кажется где-то здесь воду наливали да не очень много тут изменилось с того времени однако и поле здесь постоянно косили песочек тут был а сейчас вот искусственное покрытие вот эта комната была переодевалась бабушка и ее сменщица и я здесь то что сел вот и нас можно было оставаться вот это центральный корпус ведь как много всего тут и сзади там был актовый зал и когда там никто не занимался меня бабушка запускала и я там нет нет гонял футбол вот там где окон нету это и есть актовый зал большого и такой там вот парк теннисные корты кстати корты да слушайте здесь были теннисные корты они смотрю так и остались единственное только блин никому ко мне казалось что они заросшие были да нет так и были блин честно говоря половину за не помню хоккейная коробка так и была вот тут прошла вся моя молодость и каждый раз когда где-то всплывает слова крылья советов я всегда дедушку с бабушкой вспоминаю потому что детство у меня здесь проходило нормально я здесь на льду и губу разбил пытался задом ездить как лапы снулся короче чуть зубы не повылетали еще когда была жара жуткая нам водитель поливалки разрешал залазить внутрь и и там барахтаться в этой бочке так вот этого поликарбоната здесь не было вообще и сетки вот этого забора не было и вход здесь был свободный так же как и на те трибуны но я понял почему закрыли сейчас эти трибуны потому что ну блин все там бухают мусорит салют видите написано на стуле салют вот эти прожектора всегда загорались в темное время суток хотя половину деревьев тут попилили конечно уже и там вот трубы сзади видите тоже они всегда там были